В своих практиках старайтесь выходить на уровень ощущений, и вы увидите, что окружающее пространство состоит из цвета, света, всевозможных звуков, форм, запахов. Цвет — такая характеристика, которая наиболее соответствует духовному аспекту человека. Это происходит потому, что человеческое сознание воспринимает цвет как величину бесконечную. Фактически, используя цвет, вы воздействуете на бесконечную систему информационных связей. Цвет — очень мощная система и очень мощный инструмент управления. С помощью цвета вы можете восстанавливать как себя, так и других, используете его как можно чаще. Как один из вариантов могу вам предложить следующее. Перебором цветов поочередно. Представьте себе цветовую гамму радуги. Перебирая каждый цвет один за другим, концентрируйтесь на них. Какой вам цвет более всего понравится на текущий момент, на том цвете можно поконцентрироваться минут пять. Вероятнее всего, этого цвета вам и не хватает. Можете представить, что воздух вокруг вас окрашен в этот цвет. Вдохните его полной грудью. Выдохните. Почувствуйте, что происходит в вашем организме. А почему так происходит? В духовных практиках индуизма и буддизма существует понятие чакр, как центров силы и сознания. В данной лекции я не буду разъяснять вам всю структуру чакры. На эту тему есть достаточно много материалов. Один из видеороликов находится в папке «Бонус». В контексте работы с цветом скажу лишь следующее. В классической трактовке существует семь основных чакр. Каждая из них имеет свой цвет, согласно цветам радуги. Нижняя чакра называется «Моадхара». Она имеет красный цвет. В физическом теле отвечает за процессы регенерации и иммунную систему. Отвечает за такие органы, как толстая кишка, мочевой пузырь, простата, матка, ноги. Следующая чакра называется «Сфатхисхана». Она оранжевого цвета. В физическом теле отвечает за скорость обменных процессов и движения жидкости. И отвечает за такие органы, как аппендикс и половая система. Следующая чакра называется «Манипура». Она желтого цвета. В физическом теле отвечает за пищеварительную систему. И такие органы, как желудок, поджелудочная железа, желчный пузырь и печень. Следующая чакра называется «Анахата». Она имеет зелёный цвет. В физическом теле отвечает за кровеносную систему. И такие органы, как сердце, лёгкие и вся система кровообращения. Следующая чакра называется «Вишутха». Она голубого цвета или иногда бирюзового цвета. Органы – гортань, щитовидная железа, голосовые связки, верхняя часть лёгких. Следующая чакра называется «Аджна». Она имеет синий цвет или цвет индига. В физическом теле отвечает за нервную систему. А также за глаза, нос, позвоночник. Следующая чакра называется «Сахасрара». Она фиолетового цвета и отвечает за работу всего организма. Таким образом, концентрируясь на каком-либо из этих цветов, соответственно, на какой-либо из этих чакр, вы нормируете определённую систему органов. Как ещё один из вариантов применения цвета, можно сделать следующее. Постройте перед собой, визуализируйте 7 сфер, каждая одного цвета, согласно цветам радуги. Следующей задачей будет научиться двигать эти сферы от себя, к себе, в стороны. Можно вставлять одну сферу в другую. В результате этих манипуляций проследите, как ваш организм отзывается на эти движения. Зафиксируйте ощущения в вашем теле. Продолжение следует...